Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствуем вас у экранов и приглашаем к просмотру информационного выпуска новостей в студии Анны Вязгина и к главным темам дня. В Электрогорске отметили День государственного флага. Представители власти проконтролировали ход капитального ремонта. Профилактическая акция для участников дорожного движения. В пункте сбора гуманитарной помощи готовятся к новой отправке. Репортаж с оперативного совещания. Спортивные достижения электрогорцев. Прогноз погоды. История флага России насчитывает более 350 лет. Но праздник появился не так давно. Накануне нового века и тысячелетия был принят федеральный конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации. А 22 августа вся страна отмечает День флага. Российский белый-синий-красный флаг известен со времен Петра Первого и является одним из главных символов нашего государства, символом свободы и независимости. Это очень важный и нужный праздник, особенно для подрастающего поколения. День флага помогает воспитывать патриотизм. Флаг – это очень важно, особенно для нашей молодежи, чтобы они уважали нашу символику, уважали наш флаг, нашу Родину. Тем более сейчас в такое время, когда идет эта военная операция, и наши ребята защищают нас, вас, нашу Родину. Триколор был в этот день в городском парке везде. Волонтеры раздавали гостям трехцветные ленточки и флажки. С государственным праздником гостей поздравил временно исполняющий полномочия главы Александр Кулаков. Самое главное, что наш флаг имеет большую историю, и я уверен, что дальше, с годами, со временем наша страна под флагом будет развиваться, достигать новых высот. Наш флаг – это величие нашей страны, и я надеюсь, что оно будет только приумножаться. Наши дети, внуки, правнуки будут жить, развивать страну дальше, и самое главное, это будет самое сильное и мощное государство в мире. День государственного флага стал особенным событием для 14-летних подростков. В торжественной обстановке они получили свои первые паспорта. Я получил паспорт в день государственного флага, очень вовремя, символично. Ну, вообще, какие эмоции в этот момент? Ну, приятно, что вот я уже взрослый стал. Что, в первую очередь, хочется сделать, когда у тебя на руках паспорт? Ну, не знаю. Не знаю, получить карту свою, собственную. В парке царила по-настоящему душевная и теплая атмосфера. Гостям запомнились яркие музыкальные выступления солистов и творческих коллективов города. Поздравляем всех Днем государственного флага России. Пусть этот символ продолжает объединять поколения и вдохновлять нас к новым победам и свершениям. Слава России, слава нашему флагу, нашей символике, слава нашим воинам. И победа будет за нами. Это самое главное. Мы поддерживаем эти слова и присоединяемся к ним. 23 августа глава городского округа Павловский посад Денис Семенов и временно исполняющий полномочия главы Электрогорска Александр Кулаков с рабочим визитом побывали на городских социальных объектах, где проводится капитальный ремонт. Это детский сад «Колокольчик» и городская больница. По государственной программе Московской области образования Подмосковья продолжается ремонт дошкольного отделения «Колокольчик», который стартовал в октябре прошлого года и должен завершиться в текущем. Глава городского округа Павловский посад Денис Семенов вместе с временно исполняющий полномочия главы Электрогорска Александром Кулаковым и его заместителем Вячеславом Федотовым с рабочим визитом побывали на объекте и проконтролировали ход работ. Представители власти пообщались с сотрудниками подрядной организации ООО «Строи СТК» и обсудили этапы, сроки и темпы работ. Оконных проемов не видно. Покровли должны были уже находиться в активной фазе, до сих пор работы не начались. Соответственно, по инженерке вы говорите, что на этой неделе приступаем. Что приступаем? К чему приступаем? Что это за инженерка будет? Что это стояки? Это будут либо электрика? Ну, размечать и подготовить за отверстие для прохода в коммуникации. Ну, ты же понимаешь, что на следующей неделе уже сентябрь начинается. Ну, отопление у нас выполнено, ХВС-ГВС нам на что-нибудь мешает. Ну, а у вас еще фасад, у вас еще кровлей надо заниматься. Подрядная организация осуществляет устройство кирпичных перегородок, стяжку пола, заливку отмостки, ремонт входных групп, заканчивают заливку полов. В ближайших планах приступить к кровельным работам, обустройству инженерных сетей. Сегодня совместно с главой был произведен объезд двух объектов. Это детский сад «Колокольчик» и взрослая поликлиника. В целом, динамика есть, но, как отмечено, пока недостаточная. То есть, необходимо увеличение рабочих бригад. Определены первоочередные задачи. Это закрытие кровли, закрытие контру, установка окон. Ну, и учитывая то, что начинается отопительный сезон, буквально через месяц, значит, нам нужно оперативно готовиться к отопительному сезону. Но, как заверяет подрядчик, со следующей недели уже кратно должны быть увеличены люди, ну и, соответственно, работа закипит. Следующим пунктом проверки стала городская больница, где проводится капитальный ремонт физиотерапевтического и поликлинического отделений. Во взрослой поликлинике установлена стропильная система и пароизоляция. Проводится монтаж окон. Идет подготовка к проведению инженерных систем. В здании физиотерапии осуществляют чистовые работы. По взрослой поликлинике у нас 100% стропильная система установлена, также 100% пароизоляции, приступаем к монтажу обрешетки. Металл на кровлю заказан. Также приступили к монтажу окон. Наверное, процентов 25 к концу недели планируем завершить. Также заказан материал на инженерные системы, канализация, отопление, электрика. Тоже приступаем со следующей недели. Здесь по физиотерапии у нас чистовая отделка стен, монтаж системы вентиляции практически 100%. Также осталось оконечко, выключатели, розетки. Ну и, пожалуй, все. Также отмостку. И, как можете видеть, тропинку тоже мы бетонную сделаем. На территории будет проведено благоустройство и кронирование деревьев. Чебурашка отметил день рождения. В день города сотрудники госавтоинспекции раздавали детям памятки с простыми, но важными правилами безопасности движения. Пешеходам они подарили светоотражающие браслеты. А Чебурашка угощал ребят своим любимым лакомством. Этот чудесный герой мультфильмов знаком каждому из нас. 20 августа Чебурашка отмечает свой день рождения. Сотрудники госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения из лицея провели профилактическую акцию для участников дорожного движения. В день города детям раздавали памятки о правилах дорожного движения, светоотражающие элементы, а Чебурашка дарил им свое самое любимое лакомство – апельсины. Давайте вот вам передаем. Вот, бери у него. Да, тебе тоже. Да. Светится ночь, ночь будет светиться. Малыши с радостью встречали большого пушистого героя, принимали угощения и делали фото на память. Сотрудники госавтоинспекции уверены, что совместная работа детей, родителей и общественности побуждает задуматься о том, что мы можем сделать для дорожной безопасности. Сегодня с команды ЮИД, школы, лицей, мы провели совместную акцию, приуроченную к дню рождения Чебурашки. В этом нам помогли игровая комната «Облако». Подарили нам такую Чебурашку, раздавали жителям городского округа «Электрогорск» памятки, а также светоотражающие элементы. Ну и, конечно, апельсин. Ведь Чебурашка сам родом из страны, где растет много апельсинов. Хочу поздравить жителей городского округа «Электрогорск» с днем города и пожелать, естественно, соблюдать правила дорожного движения, ну а самое главное – всем здоровья. В «Электрогорском доме молодежи» ведется сбор гуманитарной помощи по нескольким направлениям – для участников специальной военной операции и для школьников из ДНР. Регулярно волонтеры Дома молодежи собирают и отправляют необходимые товары на передовую, продукты питания, одежду, средства личной гигиены и многое другое. Посильную помощь оказывают как обычные жители, так и представители бизнеса, городских организаций. Это настоящая проверка на неравнодушие, и «Электрогорцы» на деле доказывают, что своих не бросают. Сейчас активисты объявили сбор необходимых вещей для медицинской, мотострелковой рот, ремонтного батальона. Перечней немало – из дорогостоящего специализированная медицинская аппаратура, комплект из зимней формы, дизельный генератор. Отдельный список для штурмовиков одного из отрядов «Шторм». Во время штурма по их пункту временной дислокации был нанесен массивный удар, в результате которого было потеряно почти все накопленное снаряжение. В нашем коммунитарном пункте Дома молодежи продолжается сбор по нескольким направлениям. Семи или восьми списков от подразделений – это и рембат, медицинская рота, это два взвода штурмовых подразделений, это огнеметчики, мотострелки. То есть там тоже ребята предоставили просто списки, можно вещи бывшего употребления, ну просто там у всех разные потребности, разные ситуации, почему это запросили, да. У кого-то там машина с обмундированием сгорела, у кого-то вследствие, ну, вышло из строя вследствие активных боевых действий, например, снаряжения. Если в хорошем состоянии этим можно пользоваться, то мы с удовольствием, с радостью это примем, и ребята тоже самое с удовольствием это возьмут. Если же люди хотят сделать целевую закупку или организации хотят сделать целевую закупку, то там тоже огромное количество позиций, которые даже можно не просто присылать деньги, закупить, например, своим коллективом и от коллектива, от семьи, лично от себя, это непосредственно передать ребятам. Люди ежедневно пытаются помогать всем, чем могут, какими-то небольшими переводами что-то приносят на наш склад, в наш пункт. То есть, но тем не менее, подразделений становится больше, больше добровольцев, которые уходят сейчас, которые уже выходят на связь, заканчивают обучение, отправляются непосредственно в зону проведения специальной военной операции. То есть, у всех есть какие-то свои потребности. Все эти вещи будут переданы ребятам. По словам самих военнослужащих, на фронте нет ничего более согревающего сердца, чем такая помощь. Она всегда придает сил, укрепляет веру и дух. Хочу поблагодарить всех жителей городов Петрогорска, Павловского фасада, также всех подписчиков телеграм-канала «Гуманитарная помощь фронту». За гуманитарную помощь, которую нам привезли волонтеры, им тоже отдельное огромное спасибо. Помимо этого, волонтерами Дома молодежи организован сбор необходимых вещей для Новоастраханской средней школы Кременского района ЛНР. Канцелярские принадлежности, детская литература, рабочие тетради, дидактические материалы для уроков и многое другое. Все желающие могут поддержать детей, которые сейчас находятся в сложной ситуации, и помочь получить необходимые вещи для учебы. Школьные принадлежности есть, скажем так, учебников, канцелярии и так далее для Новоастраханской средней школы Кременского района ЛНР, в которой обучается порядка 180 учащихся. В принципе, они запросили не только это у нас. К нам вообще изначально обратились бойцы, которые находятся в ЛНР, в ЛНР, которые взяли такое, можно сказать, самостоятельное шефство над этим образовательным учреждением и, собрав в школе потребности, предоставили нам список необходимого. Раскидали это также по другим волонтерским группам, объединениям, с которыми они знакомы. И мы просто, скажем так, одни из людей, которые помогают в школе. Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью нашего общества. Мы вместе, и это наша сила. И о погоде. Ближайшей ночью ожидается переменная облачность. Температура плюс 9,11. Во вторник, 24 августа, Московская область окажется под влиянием атмосферного фронта с северо-запада. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Северо-западный ветер принесет холод, и максимальная температура составит 22 градуса. Влажность воздуха будет около 50%. У природы начинается постепенная настройка на осень. Ночи становятся прохладнее, а днем уже не выше плюс 20. На этом выпуск новостей подошел к концу. Смотрите прямо сейчас в нашем эфире репортаж с оперативного совещания и спортивные достижения электрогорцев в рубрике «Спортобзор». С вами была Анна Вязгина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова